Жительница железнодорожного района Самары Галина Никулина говорит, в приемную губернатора обращается уже в третий раз. Вопросы разные. На этот раз хочет разобраться с долгом. Недавно управляющая компания выставила жителям 35-го дома по улице Аэродромный счет на 191 тысячу рублей. Такая сумма набежала по общедомовому счетчику заводу. Те, у кого есть счетчики домовые, квартирные, в квартире, мы обязаны теперь платить по общедомовому счетчику. Но это очень большое. Мы, во-первых, экономим по счетчику, чтобы меньше у нас лилась вода. А очень много у кого нет счетчиков. Воду они льют сколько хотят, потому что счетчика нет. А потом вот за 23-й год сделали перерасчет. Ну, что-то очень большая сумма. 191 тысячу получается мы. Излишек воды у нас получился. И вот получается так, что мы со счетчиками должны платить за воду, которой мы не пользуемся. Но это же неправильно. По словам Натальи Скворцовой, которая работает в пункте приема обращений, жители приходят ежедневно. Их волнует проблема благоустройства, ремонта дорог, особенно в частном секторе, медицины. Очень много проблем у жителей с компаниями, с ресурсоснабжающими. Очень много вопросов. Канализация течет, подвалы заливает вот этим фекалием. То есть очень долго реагируют бригады аварийные. Есть вопросы по благоустройству внутриквартальных проездов. То есть тоже есть вопросы. Хотя каждый год внутриквартальные проезды ремонтируются каждый год. Пункты приема обращений граждан к вреу губернатора работают во всех районах Самары ежедневно. Их адреса можно уточнить на сайте правительства Самарской области. Виктория Шара, Игорь Казановский. События.